Доброе время суток, уважаемые зрители! Сегодня я поделюсь своим опытом, как я брюсь с Найки при стиральной машине. Сразу обратил внимание на назойливую рекламу, которая транслировалась по телевизору. Показывались устрашающие ролики, в которых Найки просто пожирала стиральную машинку. Поэтому при подключении стиральной машинки принял меры против этого стихийного битва. Моя борьба против убийцы стиральных машинок заключается в следующем. Вода в стиральную машинку набирается теплая или горячая от газовой колонки. То есть отрегулировал на газовой колонке необходимую температуру, я подаю эту воду в стиральную машинку. Поэтому электрические тены, находящиеся в стиральной машинке, не включаются, то есть они не работают. Соответственно нет и никакой накипи, ее не будет. Если бы я жил в квартире, то ее не будет. Если бы я был следующим образом. В стиральной машинке я подвел бы горячее водоснабжение и холодное водоснабжение. Есть горячая вода в наличии, заливаю горячую воду. Нет горячей воды в наличии, заливаю холодную воду. Тогда конечно включается тест. Насколько это было бы эффективно, надо проанализировать следующий фагот. Просчитать, сколько бы вы сделали стирок при наличии у вас горячей воды. Затем сделать соответствующий вывод. Рациональным будет подключение горячего водоснабжения к стиральной машинке, если в год 30% стирки вы можете произвести при наличии горячей водоснабжения. Если этот процент меньше, то конечно не стоит усложнять систему. Тогда вам придется заливать в стиральную машинку холодную воду с последующим ее согревом электрофинами. Соответственно и бороться с накипью, применяя всякообразные добавки. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание.